Как в этой теплопарные байныки Нет кося в цветых трёх окошек Начинала я когда-то очень давно в музыкальном училище Нам принесли на урок книгу сказок Степана Писахова Преподаватель предложил нам прочитать с северным акцентом на поморской говоре Вот у меня получилось, и так вот я не расстаюсь с этими сказками И стала петь блины, плачи, причитания В прежние годы не все невесты могли плакать и нанимали плакальщиц Это, может быть, была и старая старушка древняя Например, очень известной плакальщицей в Архангельской области Была Мария Дмитриевна Кривополенова Очень известная сказительница И она зарабатывала себе на хлеб именно сказыванием Былин, пением плачей Вот вместо невесты она очень часто вопила Это даже название такое вопленица Вопли невесты и вопли по умершим каким-то родственникам или знакомым Сподманули, сподобаели Вы меня, да, красную девушку Вы мою, да, воленую Олюшку В теплопарную в обаенку Да на дубу свинья Да гнездо свела Да гнездо свела Да деток вывела Да малые деточки Да поросяточки Да по сучкам сидят Да улететь хотят Да не были лица в лицах Не бывали шинка Да не бывали шинка Да не слыхали шинка Да от горы курова На лыжах капицы Да ноги ростырят Глазовые путя Да не были лица в лицах Не бывали шинка Да не бывали шинка Да не слыхали шинка Браво! Ну и очень нравятся мне былины У Бориса Шергина есть очень много сохранилось аудиозаписей Когда на радио все это записывал на северные былины И исполнял И вот это вот как мой учитель такой С которого я брала пример и стараюсь хотя бы где-то как-то приблизиться вот к этому исполнению Они стали буротисе Перевой кастрюк бросил Второй кастрюк бросил Ай, Васенька, хроме некой Он на ножку-то справился А за лопотие-то сграбился Он прервал лопоть ее все На земли-то не допускивает На руках-то потряхивает А говорит, как кастрюк-демрюк Да не дай бог бывать и здесь Да у царя на святой Руси Да ни внукам, ни правнукам Да ни за что и не заманишь на Москву-то реку больше его Ну вот наврала, ребята Все вырезайте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому